Так как сценарист этого фильма Александр Незлобин считает, что я стал заложником образа и критикую фильмы не потому, что они мне не нравятся, а потому, что они российские... Русофоб! Shut your fucking face! Я представляю вам обновленную версию Bad Comedian. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, ребятушки! Сегодня мы смотрим замечательную, смешную, российскую комедию от создателей Горько, снятую на государственные деньги с условием возврата и пропиаренную везде, где только можно. Не могу дождаться, поехали! На этом корабле будет супер-мега-туса, мальчики готовы, девочки нажрутся, восемнадцать пьяных тёлок, восемь ящиков бухла, тринадцать пацанов, вот такой одиннадцатый ябл... Сразу хочется отыметить эти юморные куплеты и действительно обидно. Товар, который может считаться одним из актеров фильма, а именно банки с ягой, лишь подделка под реально существующий бренд. Создатели фильма не заработали, но при этом сделали всё, чтобы вы поняли, на что они намекали. Сразу отмечу небольшой минус, который не может расстроить при просмотре столь смешной комедии. В одиннадцатых классах не бывает таких красивых девушек. А теперь вместе. Просто в одиннадцатом классе не был. Справедливо. Ну что? Я вам говорила, что выпускной на корабле это плохая затея. Мы с Верой Викторовной посовещались и решили провести выпускной в школе. Не стоит задавать вопрос, где здесь логика, если в школу придут те же выпускники, а проверять их будут те же учителя. Логика и практическая информация здесь, видимо, неприменимы. Вы это признаёте? Отрицать факты было бы нелогично, доктор. Слушайте, ну им по восемнадцать лет. Я думаю, по алкоголю у них давно уже всё решено. Мы-то сами что будем? Я вообще первый раз за два года в школе появилась. У меня была уважительная причина. Какая? 158-я, часть 4-я. Это уже второе место, где я сижу в шесть лет. Я таких лохов, как вы, по первой ход кинозоне гоняла. Тех, кто сидел боженьки без доклада просто. Скоро из всех шуток про отсидку из последних смешанных российских комедий про водку можно будет смонтировать новый фильм и пустить его в кинотеатрах. Естественно, родительское собрание снимают на репортерскую камеру, чтобы потом раздать выпускникам эти кадры в память на болванках. Это вам не DVD-РВ, тут не перезапишешь. В то время как сами выпускники тренируются делать хоум-видео. Дим, ну сейчас мама придёт. Ну и что, хватит прятаться, давай уже всё скажем. Да она про тебя даже слышать не может. Ну почему? Блин, мама, давай быстрее под кровой за ней пойду я туда. Заблудился? Вы мама Стифлера? Таким образом мы знакомимся с главным героем по имени Демьян и его подругой по имени Настя. Молодая парочка влюблена, но на их отношения суровой реальностью наступают родители. Настю хотят отправить учиться в другой город, и это позволяет Насте оставшуюся часть фильма истерить и сношать мозги Демьяну. Придумай что-нибудь. Ну ты хотя бы для разнообразия можешь быть серьёзным? Капец. Блин, капец. Ты очень красивый. Ты очень много измер... У Демьяна есть брат, основными занятиями которого являются создание порезов на лице отца с помощью квадрокоптера, у которого лопасти закрыты, и съёмки видеоклипа местным рэперам. Мой персонаж рэпер-дебил. Так бывает. После выпускного мы все станем суперзвёздами, будем ездить по миру и жарить тёлок во всех странах. Мы будем жарить тёлок, мы будем жарить тёлок, мы будем жарить тёлок, жарить-жарить-жарить тёлок, мы будем жарить тёлок. Выпускной класс тем временем готов фотографироваться. Жабина, тебе что, особое приглашение нужно? Я буду без неё вообще. Давай, давай, быстрей. Эмма? Господи, недавно же часы переводили. Ну не на семь же лет назад! Эмма? Фу, ваша мать. Далее Демьян узнаёт, родители услышали его просьбу об обучении в другой стране. Поэтому в союзе с родителями одноклассницы Демьяна хотят отправить учиться в Роттердам. Но у меня другие планы, я никуда не поеду, понятно? Ну а ты как, Юль? Поедешь? А я завтра с моста сброшусь. Ага. Молодёжь, да, конечно. У них, у них эти шутки, наркотики и смерти. С другой стороны, пусть лучше шутят, чем делают. Для того, чтобы не ехать в другую страну учиться и остаться с Настей, Демьян разрабатывает план, который соответствует уровню его IQ. Боюсь я туда ехать. Вот ты думаешь, почему я бассейн прогуливаю? Ну а мы же там в душевой все вместе, голенькие. Ну в общем, я засмотрелся, и у меня колыхнулось. А помнишь, ты меня на рыбалку брал? Там ещё дядя Лёша из ФСБ был. Ну, такой накачанный, смугленький. В общем, когда он сети ставил, он так нагибался, и у него штаны сползали. Ну и, прям, начало попу было видно. И у меня и тогда колыхнулось. Я хорошо отношусь к геям. В прошлом, в ноябре, меня попросили судить мистера гея в Великобритании. Я сказал с удовольствием, это против природы, против Бога, и он попадет в ад. После разухабистых диалогов про колышущийся член, отец Демьяна, который чуть ранее сказал о переезде в Голландию, зная о любви сына и очевидном нежелании переезжать и расставаться, в лёгкую покупается на историю о том, что сын не хочет в Голландию, потому что гей. Поэтому отец везёт сыночка к проститутке, дабы она, что называется насестом, вывела гейство из ребёнка. Я всё равно эту дури с тебя выбью! Полное отсутствие шуток! Кривые очевидные гэги! Держаться, держаться! Проститутку хотя бы играет не Собчак! Продолжим смотреть хорошее российское кино. Рэперам в голову приходит уморительная идея! А чё если реально сто жоп снять? Ютуб взорвём вообще! Жопы, 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 сто жоп! Жопы, 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 сто жоп! Жопы, 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 сто жоп! Не взорвёте! Рэперы обещают взять брата Демьяна к себе в команду, если тот снимет клип на песню «Сто жоп». Номер два, три, четыре. Вот это папяндра! Ты чё, офигелся? Я ради искусства! Прям как создатели фильма выпускной! Ради нашего искусства комедии! Сам Демьян решает не доводить до конца свой план про гейство и разрабатывает новый, который заключается в том, чтобы дать взятку в ЗАГСе и на следующее утро расписаться с Настей. В эту всё ещё чёткую сюжетную линию внезапно вклинивается другая. Не ценишь меня, не обнимаешь. У тебя вообще какое-то предвзятое отношение ко мне. Всем на меня нужны внимание. Сюжетная линия о том, что некая безымянная женщина даёт двоим. Давай бухло! Ты занят? Ты всё время занят. Демьян Интрига, сопоставимая интриге фильма Куб, раскрывается практически сразу. И зритель узнаёт, кто же второй сношатель безымянной женщины. Им оказывается сторож, живущий в бункере школы. Вот это поворот! После этой великолепной, интригующей и несомненно смешной сюжетной линии Демьяна ждёт разговор с отцом. Знаешь, я думал, осталось всё в прошлом, а... Выясняется. Всё тебе передалось. У меня ж тоже всё было. Что было? На мужиков я заглядывал, всё вот что было. А ха! Гей! Пап, я хотел немного... Ты говоришь дядю Лёшу на рыбалке. Я на этой рыбалке сам по пьяни хотел дядю Лёшу как взять за жопу. Да папа, я пошутил! Пошутил он. Я специально всё это придумал про геев, чтоб в Голландию не ехать. Я... я тоже пошутил. А вы говорите, шуток нет. Чё, съели?! Все герои тут через слово шутят! Отец и сын разговаривают по душам. И молодой человек остался бы учиться в России, если бы в разговор не вклинилась мама. Которая напоминает, что Демьян сам хотел учиться за рубежом и сам просил родителей отправить его в другую страну. И не мальчик, но муж быстро сворачивает своё бунтарское эго. Представь, ты будешь моей женой. И всё, и мы ни от каких родителей уже больше не зависим. Только мне нужно будет уехать на полгода в Роттердам. И у нас будет большая-большая свадьба. А у 11 класса тем временем утро выпускного дня. И такое ощущение, что они единственный класс во всей школе. Потому что из всей нашей школы выходят только прекрасные люди. Если сейчас просто смешно, то представьте этот же фильм в 4D кинотеатре, где не только 3D, но и запахи. Это же в разы смешнее. Да ещё и денег на билет не жалко. Директор школы, естественно, находит тайник, где пряталось бухло для выпускного. Поэтому на самом выпускном она заявляет, что дискотеки не будет, будет просто раздача аттестатов. Детишки недовольны, но грусть должен сгладить Александр Незлобин. Александр, у меня к вам небольшая просьба. У меня сын рэпом занимается. Весткост. СМЕХАХАХАХАХАХАХАХА Не могли бы вы с ним пообщаться немножко? Вы что, жопы на нашей ягоде, только верщик а не укропный... Видели клип Эминева? У него там огонь, водопады, вертолёты. Понимаете, он как бы звезда ТНТ, а не школьники, которые показывают ему свой клип. И эти вот неловкие ситуации, они же всегда вызывают улыбку. Подавить злобу от бессмысленности сцен и абсолютной пустоты этого фильма, который почему-то называют комедией. Эти рэперы. Брат Демьяна негодует, ведь его так и не взяли в команду. Но рэперы говорят, что осталось последнее задание – купить травки. И, судя по эффекту, дело лишь покупкой не заканчивается. Чё, перед концертами вообще не хаваешь? Можно мне поработать чуть-чуть? Не, я понял, понял. Просто я тебе хотел предложить, там, может, мы с тобой клипак совместный замутим. А чё, мой батя денег даст? Ну, если там попросишь по-человечески. Я знаю, как тачку поджечь. Там зачитать на фоне можно. А? То есть нет? Хватит, хватит! Вы, как создатели Горько, не видите разницы между показом действительности и юмором. С каких пор вид обжирающегося после обкурки ребенка стал смешным? Это что, юмор?! Юмор? Нет! Это Выхина! ААААААААВ Че, не ожидал Ёб Продолжим Короче Начнается концент выпускников Встречайте! Местные рок-звёзды, рэп-группа Black and Black. Рэпер поют рэп, который нужен директору школы, и брат Демьяна срывается. Эта школа, наша школа, школа не место для мегаприколов. Всем вам покажу тут. В нашей школе только знания, а не укроп. В школе торговал я, героином банчил, мусором кидал и никогда не клянчил. Бабки воровал и убивал, я не хочу тебя насиловать. Мне нужны бабки. Спокою всё, что пишется. Йоу! 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 Йоуу! Йоу! Бхание! Вда, жду-не дождусь, когда в российских видео шли только жопа с экрана и будет. Да в 3D! Где-то задолбался эти слова, а слушайте реально уже. Тем временем Демьян разрабатывает! Ммм... Ну, в общем, план, чтобы затащить родителей в бункер и запереть там, а Незлобин загоняет темы, ну, чисто поржать. Я тоже учился в школе, и я помню прекрасное это время, знаете, когда приходишь домой, говоришь родителям, пап, мам, я очень сильно устал, очень сильно устал, можно я лягу спать? Утром просыпаешься и перегаром по всей квартире, парень. Откуда он взялся? Что это произошло? Непонятно. Набухался! После выступления одна из мамаш заходит к Незлобину и говорит, что им не хватает лавэ, ну, то есть нету пяти тысяч, а есть натура, ну, типа трахнуть ее, а Демьян с однокашниками поет грустнявую песню, после чего предлагает всем пройти в бункер. И так как родители и учителя растроганы, они, конечно же, соглашаются. Смотрите, смотрите дальше. Внимание, здесь и сейчас начинается территория выпускников, полностью свободных от своих родителей. Выпускной объявляется открытым! Получите, предки! Так этих уродов, да! Ребята, идите на мады, там удобней! Демьян, это очень круто! Все круто! Ребята, как суперли! Вообще, не давайте, пригоняйте! Давайте к нам! Мы замутили, мы сделали это, сегодня здесь, это выпускной! А чё, остальных учителей и охранника на нож посадили, раз никого нет? Четко? Демьян опять расстраивает свою чиксу, а родители детишек тем временем заводятся с ягуара, а ускоряются коньячком. Ты чё? Чего? Ты чё такой? Какой? О, да это же постаревший братюня из Горько! Тяжелее! И коктейль, выпускник 2014, готов! Смотри, парняки, этот пьёк из глобуса, который на постере какой-то чувак на своём приборе вертел! Я, собственно, из-за этого постера на этот фильм в кино-то и пошёл. Ну, ещё из-за постера с той тёлкой, там жопень такая прям в пиндюре, да! Чё-то в фильме-то её нет? Непорядок её? Зовите всех своих друзей! У нас будет лучший выпускной! А ментов зато никто не позовёт, потому что жители ближайших домов... Сыкуны, блядь! А-а-а! Сначала больно, потом приятно, наутро стыдно... Ну вот такой выпускной сначала больно... Текст это круто! Текст это про нас! Спасибо фонду кино и государству, что выделяет на такое деньги! Чётко, ёпт! А-а-а-а-а. Мистер Вольф, нужно решить проблему. Меня зовут Уинстон Вольф. Волк. Я решаю проблемы. В самый разгар попойки, как родительской, учительской, а также школьной, с вкраплениями так называемого БЛЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ Пухлое выпускное! Давай зажгем малолетки! Вперед! Не надо, праздник! Ты чего? Родители, к слову, ни на шаг не отстают от своих детишек, а в некоторых аспектах даже превосходят. Эх, ты лохушка! Девушки, девушки, стоп! Продолжайте. Давай, давай! Тащи! Настя, ты что хочешь? Сдохнуть. А давай в месяц от нас сбросимся, например. Давай. Поцелуй меня. Это тебя несет, конечно. Для тебя это хороший знак. Помнишь ты говорил, что мечтаешь побывать во всех странах мира? Ну, мы сейчас так побывали во многих. Я же говорил, она даже про обиду забыла. Ментов до сих пор никто не вызвал, поэтому гопники почуяли свою безнаказанность. Мастера отжимы и заточки решают освоить двух школьниц вчетвером. Да помогите мне в доме! Маша! Вы что делаете-то? А тебя как зовут? Красавица. Благо в этот момент приезжает действительно хороший персонаж фильма, чтобы показать эмо девочке бункер, но вместо этого он застает поющих в банку хуяги родителей и проблемы. Главное, это Юра, смотри! Понял? Пошли выйдем! Ты меня никогда больше не пихай. Это почему это? Потому что если меня пихнуть больше двух раз, мне глаза застилает красная пелена. Это когда вот так вас пихают, да? Как все прошло? Я дал ему в морду. Родители выходят на улицу, слышат крики помощи и гопники до сих пор не отлупасили малолеток. У гопников было численное превосходство в два раза. И драться они начинали еще вечером. Тем не менее, школьники не избиты, а на улице уже расцвело. В чем же дело? Мутацкий российский монтаж! Гопники, естественно, отступают, и девчонка, которая их позвала, понимает, что не любит гопников, а любит своего одноклассника. А Демьен продолжает любить Настю. Вставайте, 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 вставайте! Да отстаньте вы от нас! Блин! Молодца нет нас! Давайте я сам буду решать, что мне делать. Ты просил уехать учиться в другую страну. Потом ты отказался. Ты запер родителей в бункере. Ты разрушил школу. Давай, ты заткнешься на... Если вы от нас остаете, мы срезаем. Нет, я прыгаю! Нашел за кого прыгать, а? Вот это ты мне будешь говорить! Да вы чё? Вы правда ничего не понимаете, да? Ох ты ж ёб твоё! Блин! За любовь надо бороться. Да, пап? Давай. Снимай сюда, кудрявый! Йоу! У каждого времени своё поколение. Оно не хуже, не лучше, не умнее, не круче. Оно не больное. Оно просто другое. Дети, заткнитесь, суки. Нашел настройк 60 на живой! Блэк и Блэк! Йоу! Ага. То есть никаких последствий вообще не будет. Выпускной это как горько. Устроили Содом и Гамору на выезде, но за неё ответственность никто не несёт, как, например, в том же Проекте Икс. Никаких изменений персонажей не будет. Какими были, такими и остались. На кой надо было это смотреть 1 час 30 минут? Вадик, а давай мы пригласим Сашу в сентябре на корпоратив? Сделаем какие-то проблемы-то. Ах да, ради шуток о сексе с Незлобиным. Мне кажется, был очень крутой выпускной. Как мы хотели, да? Было очень круто, я тебе скажу. Давайте не будем забывать друг друга. Ну, давайте там созваниваться. Привет! Помнишь, вместе школу закончили? Ты опять выходишь на связь, Мудива? Что? Сколько раз тебе говори, да улыбненно, то Вивика возрастная, блин. Ну шо, тебя снять, деды, пойди никуда. Да ребят, ничего этого не будет, успокойтесь. Почему? Почему? Ну, все потому что, все закончилось. А что будет? О, Виталич! Нам всем нужна большая вода! Мне интересно, большая вода это эфемизм для пышной дамы, в которую заплывают два пловца? Или это фраза, обрывающая финальный монолог, потому что сценаристы не знали, как его закончить? А я такой, пою, пою! Жаль вашим учителям был не компот. Далее нам показывают, как единственный нормальный персонаж и Эмма поют. Ну и под самый конец титров появляются те самые ролики, которые обещал Незлобин. Привет, МДК! У многих из вас скоро будут выпускные, и вы будете жечь по полной. Кстати, берегите свой язык, если собираетесь елозить, по чужим брекетам. Ваши приключения могут стать частью нашего фильма выпускной. Для этого присылайте свои угарные видео и ищите себя во всех кинотеатрах. Мой видеоролик показали, когда уже все ушли с сеанса! Не зря отправил! Я стал звездой! Мам, мам, смотри! Как ни странно, Александр, словно Ванга, ожидал обзора. Но сам писал про превосходство журнала, который выдал положительную рецензию. И раз уж Александр перешел в сферу аллегорий на половые органы, позволю себе ответить ему в том же поле. Да, возможно, у Эмпайр писька длиннее. Только вот не стоит. Закрыли журнал! Херовый пример! Выпускной похож на организм Франкенштейна, которого частями поразило гниение. Вроде все истории поначалу, хоть и вторичные и не интересные, все же стоит сказать нормальные. Ну, смотрибельные. Но в определенный момент фильм начинает лихорадить. Истории перебивают друг друга, вмешиваются блеклые и ненужные персонажи и сюжетные линии. Желающие увидеть трэш и тот самый выпускной, которые заманились в кино постерами и трейлерами, вынуждены сидеть до финальных десяти минут. Те, кто шли на комедию, максимум улыбнулись с хорошего персонажа и парочки шуток. Желающие увидеть любовную линию по какой-то причине в фильме с таким промо, увидят нечто не связанное и сбивчивое, без прочного стержня. Да, в выпускном меньше буаааа элемента какшонова. Но разве в целом это спасает? Опять же, найдутся любители фильма, которые не выстёбывают что-то, а просто показывают как есть и уже называется комедией. Найдутся любители пустого, невнятного кино, без каких-либо выводов и развития персонажей. Всякие любители есть. Но с одной мыслью я не могу смириться. Деньги на съёмки этого фильма выделяло государство. И речь не про ханжество, на всякий случай. Речь про лицемерие. Ведь государство это не актёр, который готов сниматься в любом кино, лишь бы заработать. Это, пожалуй, самое смешное в фильме выпускной. Всего плохого. Её половое созревание прошло за эти 90 секунд. Счастье. Тоска. Джастин Бибер. Любишь хлопать по заднице и тверкинг? Если ваша девушка стоит спиной, хлопни её по заднице вот так. Что с вами не так, люди? Только звез 256 дуловер het конlü пояс. Зи, я не так. positive, твупор для него. Их��ет,